Пиля Было ясное декабрьское утро, а мне казалось, что зима уже кончилась и вновь наступила весна. Солнце прихревало так сильно, что я расстегнул свою ватную куртку. Снега нигде не было видно, кругом влажно темнела омытой дождями земля, и на голых ветках кустов весело сверкали последние дождевые капли. Все было совсем как в апреле где-нибудь у нас, в Подмосковье, только в воздухе не чувствовалось знакомому каждому запах оттаившей земли и набухших, готовых раскрыться почек. Нет, это была не весна, а самый разгар зимы на южном берегу Каспийского моря. Я вышел на берег. Море открылось передо мной совсем тихо. Ни волны, ни малейшей рябей. Поверхность воды будто застыла, уходя в бесконечную даль и там сливаясь с прозрачным, жидко-голубоватым небом. Невдалеки виднелись домики рыбачьего колхоза. Накануне я сговорился с рыбаками поехать с ними поглядеть, как будут выбирать рыбу из ставных неводок. Бригада была уже на берегу и забиралась в путь. Я поздоровался и сел в лодку, и мы отплыли. По дороге я с интересом осматривал стоящие в море невода. Это целые сооружения. Они уходят в море на полтора-два километра, а иногда и больше. Море в этих местах очень мелководное. И вот прямо от берега вглубь идет крыло невода, натянута на веревку и привязанная к вбитым в дно колям сетка. Метров через сто она прерывается, и в этих местах стоят котлы, то есть открытые сверху рыболовные ловушки из такой же сетки с узкой горловиной. Стая различной рыбы, плавая в мелководье, невдалеке от берега, натыкается на крыло невода. Отыскивая проход, она плывет вдоль него и заплывает в один из котлов. А оттуда, как из обычной верши, рыбе трудно выбраться. Вот она и плавает в ловушке до тех пор, пока не подъедут рыбаки и не вычерпают попавшуюся рыбу с очками. Когда мы подплывали к первому котлу, я увидел, что на верхушках колеев, к которым он привязан, и на верхнем краю самого котла сидит множество черных птиц. Издали я принял их за ворон, но когда мы подплыли поближе, я увидел, что это бакланы. — У, проклятые, всю рыбу небось пожрали, — с досадой сказал пожилой рыбак, бригадир артели. Оказывается, бакланы вместо того, чтобы охотиться за рыбой в море, отлично приспособились таскать ее прямо из котла. Усядутся на кол или на веревку, высматривают рыбешку, а потом бросятся внутрь котла, нырнут и выхватят из ловушки добычу, проглотят ее и вновь за другой ныряют. — Да ведь мало того, что пожрут ту, которая уже попалась, продолжал тот же рыбак, еще и разгонят, какая только к котлу подходит. Ведь то один, то другой ныряет. Такой шум поднимут, что рыба и близко к котлу не идет. — Неужели с ними нельзя бороться? — спросил я. — Попробую бороться. — Уж мы их из ружей пугаем, да ничего не выходит. Ведь это не в лесу, в кустах, а в открытом море. — Вон, гляди, они нас и на сто метров не подпустят, все разлетятся. — А как отплывем, мы опять тут же, как тут будут. — Действительно, стоило только нам немного приблизиться к котлу, все сидевшие в нем бакланы слетели и пересели на другие, дальние. — Тьфу ты пропасть! — Даже сплюнула от злости рыбак. — Выбрать рыбу из котла, казалось, делом не очень простым. Ведь котел — это ловушка величиной с комнат. Сачком рыбу оттуда никак не возьмешь. Чтобы взять добычу, рыбаки подплыли к горловине котла, с двух сторон, ослабили веревки, которые растягивают стенки ловушки и притягивают ее днище к морскому дну. Ослабив веревки, рыбаки стали приподнимать переднюю часть ловушки над водой. Таким образом, они постепенно сгоняли рыбу в самый конец самолова. А оттуда уже стали вычерпывать ее сачками. Крупные серебристые рыбы запрыгали и затрепенали на дне ловек. Выбрав улов и затянув веревки так, чтобы котел опять стал в растяжку, мы поплыли к следующей ловушке. — А вон и еще помощнички летят, — усмехнулся наш бригадир, указывая на море. Я увидел целую стаю крупных розовых птиц. Они летели в правильном строе, изогнув шею и выставив вперед огромные клювы. — Пеликаны, — сказал бригадир, — большая от них помеха. Рыбу очень распугивают, от сети отгоняй. — А зато сами-то ловят, как интересно, — вмешался другой молодой рыбак. — У них, знаете, — вроде своей птичьей артели имеется, — улыбнулся он. — Прилетят на мелкое место, рассядутся полукругом, да как, начнут крыльями по воде хлопать. — Рыбу пугать. — А сами плывут туда, где еще помельче, — куда-нибудь к берегу или к косе. Загонят рыбу на отнюю, там у них самая ловля и начинается. Видели, какие мешки у них под клювом висят? Пеликан в этот мешок будто в сачок рыбу подхватывает. — Такие вредные, просто беда, — опять заворчал бригадир. — Ну ты, пеликанов-то особо не хай, — весело усмехаясь, — возразил молодой рыбак. — Поговори-ка с Никитичем, что он тебе на это скажет? — Да что-то вы, Никитич! Я про дело, про настоящее дело говорю, а у него одно баловство и только. — Что за Никитич? Почему при нем пеликанов ругать нельзя? — заинтересовался я. — А вот приплывем на берег, — отвечал, все так же улыбаясь молодой рыбаке. — К Никитичу сами сходите и по любопытству идти. Он на краю деревни живет, второй дом от самого края. Он вам все и расскажет, и раздокажет, почему он к пеликанам с почтением относится. Я с нетерпением стал ждать, когда же мы вернемся на берег, чтобы сходить к какому-то Никитичу и узнать его особое мнение по вопросу о вреде, приносимом пеликанами рыболовства. Наконец, все котлы были осмотрены, и мы, погрузив полные лодки пойманной рыбой, вернулись на берег. Я сейчас же отправился по указанному адресу к Никитичу. Сам хозяин, уже древний старик, весь белый, словно из сказки о рыбаке и рыбке, сидел возле своей хижины. Я подошел и поздоровался. — Здравствуй, мил человек! Откуда, зачем, пожалуй! Совсем уж как в сказке приветствовал меня старичок. Я сел рядом с ним из завалинка и рассказал о том, что про него только что говорили рыбаки. Все смеются надо мной над старым. Ну что ж, пусть их пошутят, повеселятся. От веселья и зла не бывает. — Да почему они, дедушка, над тобой смеются? — Над чем именно, никак не пойму. — Над тем смеются, что я себя помощничка по рыбной части завел. — Какого помощничка? — Да вот, пой за мной во двор погляди. Вон он, голубчик, гуляет. Старик отворил калитку, и я вслед за ним вошел во двор. Там разгуливали два гуся, петух с курами, и среди них важно расхаживал огромный розовый пеликан. Я становился в недоумении. — Это и есть мой дружок. — Пили его ребята прозвали, — засмеялся старичок. — Пиля, пиля! Иди-ка сюда, голубчик! Пеликан повернул к старику свою носатую голову, повернулся сам и, не торопясь, в перевалку зашагал к хозяину. Подошел вплотную и остановился, словно в раздумье, поглядывая на старика маленьким хитрым глазком. Никитич погладил птицу по голове и ласково сказал. — Умница моя, все понимаю, только сказать не умею. — Ну что ж, рыбку сегодня половим? — продолжал он, обращаясь к пеликану. Тот переступил с лапы на лапу и, неожиданно открыв свой огромный клюв, будто ряфнул. — Это он показывает, что рыбы хочет, — пояснил старик. — Вот пасти разевает. Я попросил разрешения тоже поехать на рыбную ловлю. — Поедем. Подивись, мил человек, — охотно согласился старичок. На ловле Никитич захватил с собой пустой мешок и ведро мелкой рыбы. Наверное, для наживки. А самой снасти не взял. — Чем же ты ловить будешь рыбу? — спросил я. — А вот мой помощник. Он уж сумеет. Мое дело только подбирает да в мешок кладет. Старик взял хворостину и, открыв дверь, выпустил со двора пеликана. Слегка похлопывая его хворостиной, Никитич погнал пеликана к берегу моря. Собственно, гнать его и не приходилось, так как пеликан сам заторопился к воде, переваливаясь на своих коротеньких лапах, как огромный тяжелый гусь. Тут я заметил, что правое крыло у него как-то странно и неплотно прилегает к боку. Я спросил об этом у Никитича. — Сломано у него крыло. Неладно срослось, вот он летать и не может, — ответил мне старик. — Когда же он его сломал? — Тому уж три года будет. Я тогда помоложе, посильнее был. С ребятами не вода оставил, рыбу ловил. — Теперь-то я уже так-то. Кое-что по малости в артели делаю, а тогда я еще орел был. Старичок лукаво подмигнул мне и добродушно рассмеялся. — Ну вот, — продолжал он. — Поплыл я как-то раз с ребятами на лодке из невода рыбы вынимаю. Подплываем к первому котлу, глядь, а в нем пеликан. — Что за диво? — Бакланы те завсегда к нам в котлы наведываются, а чтобы пеликан залетел — это уж дивы дивные. — Да ему из котла назад и не вылить, ведь ему батюшке разогнаться нужно, прежде чем с воды взлететь. А котел для него мал. Разгону в нем никакого нет. К тому же, видать, он в котле хорошо рыбки покушал, значит и вовсе ему тяжело подыматься. Уж мы рядом подплыли, а он, бедняга, мечется по котлу, только крыльями по воде хлопает, а взлететь не может. Митька с нами был, рыбак, такой озорник, размахнулся веслом, так как хватит его по крылу. Так в раз и переломил. И опять замахивается, чтоб совсем добить. Я уж его за рукав схватил. Что ты, кричу, озорник делаешь? Что ты над кицей издеваешься? А он мне, так ему гаду и надо, зачем по котлам лазит? Рыбу пугает. Ну я добить пеликана, конечно, не дал, а вытащил его из котла и связал старой редниной, чтобы не бился. Домой привез. Пустил во двор вместе с гусями, с курами. Сперва он все дичился и еду никак брать не хотел. Уж я ему каждый день рыбки свеженькой с моря носил. Недели целую так кураживался, все не ел. А потом знать одумался. И крыло понемногу поджевать начал. Стал он хорошо рыбу кушать. А как-то захожу во двор, гляжу, а он в корыте сидит, купается вроде. Только тесно ему, родимому, посудины маловато. Видишь, какой он большущий да грузный. Ему не корыто, а целый двор водой залить нужно. Вот и начал его для прогулок вместе с гусями на лужуку упускать. И к морю они тоже всей компанией похаживать стали. Накупаются и спешат гуськом домой. Потом он за мной повадился в море плавать. Я на лодке, а он значит так, сам по себе, плавает да рыбку полавливает. Как заметит, крыльями по воде захлопывает, цаплёк клювом да и проглотит. В ту пору приезжал к нам в поселок из города один наушник по рыбной части, он большой специалист был. Ну вот увидел он у меня пеликана, да и рассказал одну призанятную историю. В Японии, говорит, ручных бакланов держит, рыбу с ними ловит. А чтоб баклан рыбу проглотить не смог, на шее ему ошейничек надевает. Прослушал я эту историю, да и думаю себе. Дай-ка я своему приятелю ошейник сошью и надену. Не выйдет ли из этого толку? Так и сделал. Сперва он очень этим недоволен был, всё головой тряс, хотел ошейник скинуть. А потом попривык. Гуляет по двору, будто в воротничке. Я с ним как-то на море выехал, испытания устроил. С тех пор делу нас на лад и пошло. Слушай, рассказ старика я и не заметил, как подошёл к берегу. Мы уселись в маленькую лодочку, старичок взял шесто, оттолкнулся от берега и мы поплыли по мелководи. Пеликан тоже сошёл в воду и, быстро обогнав нас, поплыл вперёд. Здесь, на воде, он уже не казался таким огромным и неуклюжим. Легко, как будто без всяких усилий, плыл он впереди лодки, зорко осматриваясь по сторонам. Мы проплыли уже с полкилометра. Вдруг пеликан рванулся вперёд. Он сильно захлопал по воде крыльями и, быстро опустив голову, выхватил из воды крупную рыбу. Она так и затрепыхалась у него в мешке под клювом. Но узкий ошейник не позволял птице проглотить добычу. Старичок тут же подплыл к пеликану, без всякой церемонии раздвинул рукой клюв, залез в пеликанную пасть и вытащил оттуда порядочную рыбину. — Вот мы и с почином, — весело сказал он мне. Затем он достал из ведёрка хвост мелкой рыбы и высыпал её в брод пеликану. Такую рыбёшку пеликан без труда проглотил. Затряс от удовольствия головой, и мы продолжали эту необыкновенную охоту. Домой мы вернулись только к вечеру, с хорошим уловом. — Так мы спили, и с дружком моим рыбку-то и полавливаем, — сказал на прощанье мне старичок. А ребята надо мной посмеиваются. — Никитич, мол, наш с пеликаном на пару рыбачит. Скоро, видать, в пеликане у артель запишется. — Да что ж, пускай смеются, — добавил он. Мне убытка нет. А рыбка-то прибавляется.